Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте. Рад приветствовать вас. И хочу прежде всего сообщить нашим зрителям, что Анатолий Александрович не так давно принял участие в нашем проекте по сбору средств на производство документального фильма по показаниям Дмитрия Степановича Токарева. Он пожертвовал 10 тысяч рублей. И вот что мы предлагаем также делать всем нашим неравнодушным зрителям, которые знают и понимают, о чем мы говорим. А кто еще не знает, хотим немножко познакомить с этим проектом. В комментариях к ролику будут даны все необходимые ссылки. А сейчас я хочу спросить у Анатолия Александровича, почему он принял участие в этом проекте и почему он считает важным сейчас вот именно такой фильм создать и в чем мог бы быть его положительный какой-то смысл. Ну, прежде всего, замечу, что вряд ли все слушатели смогут последовать моему примеру в полном объеме. К сожалению, далеко не у каждого найдется свободное 10 тысяч. Я благодаря работе на телевидении, в общем-то, неплохо оплачиваюсь, но и я смог вложить столько просто из денег, полученных недавно за очередной рекламный ролик. Но могу напомнить одну из историй, рассказанных Иешуа Иосифовичем Давидовым, более известным нам как Иисус, с греческим акцентом, так сказать, его ученикам, он рассказал, что разные, довольно состоятельные по тому времени люди жертвовали храму весьма крупные суммы, а одна бедная вдова дала всего две лепты. Вот Иешуа Иосифович сказал, что в глазах Господа Бога вот эти самые две лепты гораздо ценнее всех сребреников и златников, которые жертвовали храму богачи, потому что они давали от излишков, а эта вдова дала, по сути, последнее, что у нее в тот момент было. Это я говорю к тому, что сумма взноса, конечно, важна, но еще важнее само желание помочь доброму делу. А почему оно доброе? Да просто потому, что ложь о Катыни, опирающаяся на сочинение Министерства пропаганды Третьей Германской империи под руководством доктора философии Пауля Йозефа Фридриховича Гёббельса, до сих пор отравляет и нашу собственную жизнь, ибо трудно жить спокойно, если считаешь, что твоя страна преступница, и наши взаимоотношения с другими странами. Например, польские антирусские, подхватившие ложь Гёббельса еще в 43-м году, когда она впервые появилась до сих пор, требуют от нас непрерывного покаяния за то, чего мы, по сути, не совершали. И всякое действие, служащее разоблачению и опровержению лжи, не только этой, любой лжи вообще, есть благо. Ибо любая ложь, даже то, что называют ложью воспасения, зло, та же ложь воспасения чаще всего через какое-то время оборачивается злом куда большим, чем то, которое ею пытались предотвратить. Неожиданно наш диалог приобрел такую философскую направленность. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вы, так сказать, с космических, вселенских масштабов посмотрели на этот вопрос. Я тогда хочу немножко больше конкретизировать вопрос именно показания. Извините, что касается общих вселенских масштабов, Владимир Ильич Ульянов не раз предупреждал. Тот, кто пытается решать частные вопросы, не разобравшись сперва в общих, будет на каждом шагу наталкиваться на последствия этих общих вопросов и при этом не будет понимать, откуда они, собственно, взялись и как с ними можно справляться. Поэтому я, подходя к любому частному вопросу, стараюсь прежде всего показать ту общую позицию, с которой он, как правило, становится практически очевидным. Ну, остается только порекомендовать такой же подход нашим политикам, потому что они часто очень вязнут вот в этих всех деталях, каких-то процентах, еще чего-то. Но они никогда не говорят о том, куда идет наше общество и что они собираются со всем этим делать. Ну, ладно, это такое лирическое отступление в поддержку вашей мысли. И все-таки, возвращаясь к нашей теме, вот почему именно показания Токарева важно рассмотреть, вы считаете, и снять даже фильм по поводу этого? Может, это вообще не нужно? Может быть, стоит заняться чем-то другим? Ну, прежде всего, это нужно из уважения к профессионализму самого Токарева. Он в 1940 году был заместителем начальника Калининского, ныне Тверского, Управления внутренних дел. И, как показал его допрос, он сохранил блестящий уровень профессионализма. То есть, тогда уже было ясно, что Горбачев дал команду любой ценой, любым способом повесить это преступление на нашу страну, просто потому, что ему за это пообещали отсрочку платежей по кредитам, которым уже подходил срок. То есть, Горбачев искренне считал, что таким способом спасает страну. И было совершенно понятно, что раз генеральный секретарь Центрального комитета правящей партии, да еще вдобавок на тот момент и председатель Верховного Совета СССР, то есть высшего законодательного органа страны, дал такое распоряжение, то можно не сомневаться, что его исполнят любой ценой и любым способом. И поэтому он понимал, что если расскажет все, что знал, так, как знал, то это в лучшем случае никуда не пойдет, а в худшем его же провозгласят лжесвидетелем. И он нашел выход из положения. А именно, он дал те показания, которые были совершенно очевидным образом нужны следователям, которых от него явно ожидали сотрудники главной военной прокуратуры. Но он дал показания таким образом, что в суде они бы мгновенно рассыпались. То есть он тоже спасал страну, так, как он понимал эти интересы страны и ее спасения. До суда дело не дошло. В 92-м году, начиная суд, процесс над КПСС в Конституционном суде, Генеральная прокуратура Российской Федерации попыталась включить в состав дела Материалы по Катыни, точнее по треугольнику Катынь, Медная Пятихатки. Конституционный суд отказался принимать эти материалы к рассмотрению. Что, по сути, означает, что суд счел их заведомо ложными и, так сказать, незащитимыми. То есть суд прекрасно понимал, если принять их к рассмотрению, придется их отвергнуть. А если их отвергнуть, то, соответственно, весь процесс над КПСС окажется под большим сомнением. Чего судьи в тогдашней политической обстановке не хотели допустить. Так вот, именно из-за того, что Конституционный суд отказался принимать к рассмотрению материалы Катынского дела, сейчас получается, что вот этот самый допрос Токарева кое-кто по-прежнему пытается выдавать за чистую монету. И уже хотя бы из уважения к блестящему профессионалу и умному патриоту, именно умному, в отличие, скажем, от того же Горбачева, мы должны довести дело Токарева до конца и наглядно показать всем заинтересованным лицам и всем еще более заинтересованным рожам, что Токарев не предал страну, а, наоборот, дал необходимую опору для ее защиты. Уже этого одного, просто искреннего уважения к профессионалу, достаточно, чтобы постараться довести его дело до логического завершения. Ну да, ваша позиция понятна. То есть, ну, тут мы тоже придерживаемся такой же точки зрения. Ну и уже забегая вперед, предполагая, что все-таки наш проект жизнеспособный, и мы доведем дело до конца, какие бы вы дали рекомендации, памятуя, что вы ходили по этим подвалам, видели все своими глазами, какие бы вы дали советы будущим авторам фильма, сценаристам, режиссерам, на что обратить внимание, вот какие детали показания Дмитрия Степановича выпукло показать, и, так сказать, которые бы совершенно четко бы сказали о том, что вот вы сейчас говорили, о том, как он все это дело преподнес. Нет, вы знаете, тут я совершенно сознательно не буду ничего советовать. Во-первых, я не сомневаюсь, что над фильмом будут работать специалисты, причем специалисты разносторонние, и ученого учить только портить. Я вряд ли скажу что-то такое, чего они могут не знать, зато могу переключить их внимание на подробности, важные с моей точки зрения, но совершенно очевидные для специалистов. Вот. Ну и, во-вторых, я действительно исходив подвалы, ну, еще в те времена, когда это место называлось медицинским колледжем, пришел к выводу, что физически невозможно разместить там тот технический процесс, что описал Токарев, но думаю, что люди, которые будут снимать все это дело, смогут буквально пройти не просто по этим подвалам, а именно по тому маршруту, который Токарев описал. И я-то просто своими ногами размеры помещений измерял, а вот все тонкости маршрута, они смогут показать, несомненно, гораздо подробней, чем я мог. И поэтому они обязательно заметят что-то такое, чего не заметил я. Хорошо. Ну, и, может быть, тогда последний вопрос. Как вы вот относитесь к тому, что сторонники вот этой вот так называемой уже, может быть, официальной версии, может быть, уже даже не совсем официальной, я даже затрудняюсь, как ее назвать, ну, скажем так, вот Горбачевской, будем называть ее версией, вот такое внимание уделяют этим показаниям Токарева, когда они обосновывают свою позицию, они ссылаются на вот эти показания Токарева, как на вот доказанный факт. Вот с моей точки зрения, допустим, у каждого следствия есть там свидетели какие-то, да, там, но их показания, это же не значит, что они войдут уже в окончательное решение суда, в приговор, еще что-то, это просто показания. Почему же они на основе просто вот этих показаний считают, что это доказанным фактом? Как вы можете это объяснить? Ну, чем меньше доказательств, тем ценнее каждая из них. Против версии Геббельса так много материалов, что ее сторонники просто вынуждены раздувать до небес то немногое, что у них пока еще остается. И скажем, извините, и скажем, они вынуждены игнорировать сведения о польских полицейских, чьи жетоны найдены в захоронении несомненно военных времен, но которые тем не менее объявлены убитыми в Твери и захороненными в Медном. Они вынуждены игнорировать сведения о порядке содержания военнопленных в СССР. то есть они вынуждены игнорировать практически все факты доступные по данному делу. И поэтому они цепляются за то очень немногое, что еще вроде бы говорит в их пользу. ну а за что они будут цепляться, когда будет опровергнут допрос Токарева? Мне самому интересно. Но что-нибудь они найдут. Вопрос открыт. Как свято место пусто не бывает, так и пусто место свято не бывает. Отлично. На этой, так сказать, утверждающей ноте окончим наше интервью. Я хочу поблагодарить вас. Надеюсь, оно послужит, так сказать, целем нашего проекта восстановления той самой исторической правды, с которой мы начали говорить. Спасибо. Тоже на это надеюсь. До свидания. До свидания.